Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Евгений Аковлев, я из МИТФ, и хотел бы вам как-то рассказать по теме суперкомьютера средней производительности. Стандартная разработка любого суперкомьютера – это сложный процесс, и он сопровождается с разработкой сложной преждневной системы. Для этого требуется сложная инженструктура, средства отдельных помещений, зданий, машин и залов. И это достаточно дорогое удовольствие, и не каждое предприятие может себе это позволить. В связи с этим у нас в МИТФ возникла идея создания суперкомьютера, который был более доступным по цене и по своим параметрам массогабаритным. Была идея создания компьютера, который бы помещался в одну стойку, и в этой стойке было бы все необходимое, вычислительное оборудование и все необходимое инженерное оборудование. В 2011 году эта идея была реализована, и был создан мини-суперверн, так называемый, средней производительности, который был назван Zubor. Вот мы можем увидеть на данном слайде, вот такая конструкция была разработанная, это все оборудование было вмещено в одной стойке. По сути, это стандартная стойка, стандартная МСТ-42 юнита, которая занимает не более 2 квадратных метров помещений. По произведенности она составляла, начальная конфигурация была 10 терафлоп в секунду, и возможность масштабирования вплоть до 100 терафлоп на одну стойку. Стандартные задачи, про которые рассказывал коллега, которые решаются на любых компьютерах, также доступны и для данного решения, то есть можно выполнять моделирование практически любых производственных процессов, любого производства. Также возможно выполнение любого математического моделирования, что существенно сокращает количество мактурных экспериментов и время разработки продукции новой, соответственно, соединяется с стойкой продукцией. После того, как продукт был разработан, он многократно модернизировался, усовершенствовался в целях достижения лучшего энергосбережения и минимизации расходов на данную конструкцию. Первоначально система охлаждения строилась на фреоне, но это достаточно дорого, поэтому в следующей модификации фреон был заменен на этиленбереколевую воду, что позволило достичь нам увеличения производительности системы холодоснабжения на 40% и до 40 кВт на стойку. И мы смогли тем самым уменьшить размеры занимаемых помещений на 30%. Соответственно, дальше была следующая модификация. Мы изменили также конструкцию стойки. Была добавлена такая функция, как задняя охлаждаемая дрель, что позволило еще больше увеличить производительность стойки и позволить вместить туда больше оборудования. Соответственно, появились с ростом мощности системы охлаждения, а также росли и мощности системы энергообеспечения. Соответственно, у нас появилось два варианта. Один устанавливается в стойку, другой устанавливается рядом с стойкой. Соответственно, освобождая полезное пространство для полезного IT-оборудования, которое непосредственно внесет пользу нам. Соответственно, последняя модификация зубра, которая у нас доступна. Мы достигли полнопроизводительности стойки 84 кВт на одну учительственную стойку при полезной емкости для IT-оборудования 52 юнита. И при этом стойка занимает чуть более 1 квадратного метра помещения. Помимо улучшений в области охлаждения и емкости стойки, также мы разрабатывали варианты, которые бы занимали минимальную площадь помещения. Для этого была разработана специальная стойка, у которой теплообменник находится в нижней части. И тем самым мы сократили площадь, занимаемую стойкой, до менее чем 1 квадратный метр. Соответственно, она занимает столько же, сколько и любая обычная учительственная стойка для IT-оборудования, которая не имеет вообще просто железный штаб. Вот такая стойка, у нее теплообменник находится в нижней части, за счет этого ничего сбоку нету, а система охлаждения на продукту находится в спереди. Соответственно, производительность, конечно, охлаждения на такой стойке не так высока, но она тоже составляет 30 кВт, что не более чем достаточно для стандартного IT-оборудования. В результате всей этой работы мы достигли, мы получили отличный продукт, который очень конкурентоспособен и обладает рядом ключевых особенностей. Во-первых, это решение комплексное, мы создаем полностью готовую к работе учительную систему, суперкомпьютер выполненную в одной стойке. Во-вторых, это очень гибкое решение, оно легко масштабируется. Его производительность может варьироваться от 10 дестаторов лоб и даже более, в том случае, если вам недостаточно одной стойки, эти стойки можно объединить друг с другом в единую и числительную коммуність. Тем самым, фактически, масштабируемость не ограничена только для стандартного. И последнее, самое главное, третье, мы смогли значительно сократить стоимость приобретения и владения. Также, еще хотелось рассказать об одном продукте, который мы также разрабатываем и не продвигаем. Это модульные или контейнерные центры по работе данных. Это в данный момент на таких модульных сотах, модульных центрах по работе данных, очень удобно устроить небольшие вычислительные комплексы. Традиционное решение обладает рядом больших недоставок. Во-первых, это значительное капитальное уложение от помещения. Второе, это требуется полное проектное обследование объектов заказчика. И третье, это все работы необходимо проводить только на объекте заказчика. Соответственно, строительство стандартного сотов требует больших капитальных уложений. То же решение, которое предлагаем мы, обладает рядом ключевых преимуществ и минимизирует те недостатки, которые есть у стандартного способа строительства сотов. То есть, во-первых, нам не требуется здание, мы обращаем контейнер на территории заказчика. Во-вторых, это решение легко наращивается и масштабируется путем увеличения количества этих контейнеров. В-третьих, этот контейнер, поскольку он создан, работает и эксплуатируется, можно переместить, если у заказчика есть такая необходимость. И главное, это мы значительно экономим средства на капитальных уложениях. У нас есть много типовых решений данных контейнеров сотов. Вот представлено одно из них. Оно включает в себя всю необходимую инженерную инфраструктуру и три строчки для IT-оборудования. То есть, это полностью готовое решение под ключ, и оно может быть установлено в ближайшие строки на территории заказчика. Вот так данное решение выглядит снаружи. То есть, снаружи, как и обычный транспортный контейнер. Бывает 20-футовый санкарфудинг. Вот основные компоненты, которые входят. То есть, это все инженерные системы и IT-часть. Контейнер можно поставить как с полным комплектом, так и с какими-то отдельными компонентами. Основным преимуществом предложения, Евгений Ильич, я хочу с учетом.